окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате beyond the steel sky запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наши приключения напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик мы с вами находимся возле мона вагона и давайте им воспользуемся мы отправляемся искать лита приветствую гражданина грэм куда хотите отправиться я хочу отправиться в центр переработки отвези меня в центр переработки дуга хьюма путевой пропуск принят вы уверены что хотите попасть на промышленный уровень не сомневаюсь до вас ни один пассажир не просил меня такой поездки будьте осторожны гражданин грэм сентр переработки находился высоко на промышленном уровне города здесь было грязно шумно и вдобавок ужасно пахло но не намного то и выше я смотрю если они ошибся насчет маячка лита можно было найти где-то здесь но что они с грэмом делали в подобном месте так а там есть куда пройти здесь то можно спуститься куда-то туда пойти наверное давайте разбираться в эту лестницу не нужно открыть нет нет ладно проверяем может быть что-то нужно взломать опа и сюда еще можно пройти а это нас куда приведет так там какой-то робот это запретная зона вам здесь не место похоже за процессом присматривал дроид с электрошокером а что если мы попытаемся прочь отсюда нет мы не можем его взломать я не отступлюсь у тебя взломать не можем да ну ладно значит нам сюда пока что не нужно в принципе а куда там дорога ведет в принципе еще не понятно может быть потом и понадобится будем иметь ввиду так ну там просто мусор 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 кое-где среди мусора виднелся символ азиосити а что ты кто такой эй эй привет чего тебе ты из полицаев нет я ищу парня по имени лид ну ты его нашел звать литом занимаюсь техники с бытом чем могу помочь а дело в моем друге его зовут грэм кажется ты с ним знаком мне нужна кое-какая информация и что за информация мне надо знать что он тут делал слушай приятель я имя то свое едва помню о всяких томов диков и грэмов что тут входят не помню и подавно надо глянуть записи ага а вот только голова что такое что с тобой до башка раскалывается мне б лекарства твое лекарство ага мой целебный самогон он вон там в другом здании вот возьми и наполни до краев а потом тащи сюда и тогда ты глянешь записи гляну поверь на слово дружище мы заключили негласную сделку лиду нужен был самогон а мне информация о гонял лечебный целебный самогон да фигурка единорога слепленная из пластилина а зачем его можно взять может нам важен именно пластилин для чего-то приятель лучше не лапа если тебе не нужны неприятности на это я в принципе и рассчитывал рыба это была резиновая рыба так осмотреть передо мной стоял таинственный лид от него несло перегаром вещи а ну мы буду бутылку должны будем отдать самогоном хорошо он сказал в другом здании может быть как раз там где тот робот консоль управления дробилкой похожа это панель управления дробилкой лентой конвейера можно выключить так что нам это дало стоп-стоп-стоп шкафчик тут можно спрятаться старый ржавый шкафчик а от кого нам здесь спрятаться то здесь ведь только лид спрятаться здесь мы будем думать ладно спрятаться дробилка выглядела очень опасно ведущие шестерни как ни странно были на виду так и здесь можно пройти что ли подойти к ней сюда то мы не спустимся нет так если сейчас включу а стоит ли попробовать а нет 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 ты так оттуда вы не включишь все я понял не надо отмени отмени как как отменить действие нельзя отменить действие елки вот он топает и все и хоть ты тресни дробилка есть пункт вещи что то мы должны сделать ломик использовать мини сосиску я предпочел бы мясо а не фарш но это было очевидно бутылку ну зачем нам ее ломать то может нам нужно использовать ломик чтобы эту дробилку заклинить как то что ж это нарушило работу люблю ставить палки точнее ломики колеса так ну что мы ломик свой потеряли таким образом что то нам дало ну мы ее заклинили допустим мы сейчас включим и все сломается лента конвейера дернулась но тут же глухо лязгнула и резко остановилась а я понял я понял зачем нам шкафчик нужен прячься мы сейчас наверное как-то избавимся от этого робота так ну и что теперь а подождите а ну ка если сейчас включить может мы его раздробим тихо 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 а ну ка ну ка ну ка а робот надежно застрял в дробилке застопорив и поджарив механизм Я хочу ломикс вывернуть. Как голова? Это царапина. Это вы виноваты. Я вам покажу. Ты застрял в промышленной дробилке. Я неуязвим. Нет, ты сломан. Его стойкость была достойна восхищения, но он проиграл. Так а ломик-то мы можем взять или как? Дроид перестал быть опасен. Подождите, где наши предметы? У нас ломика нету. Но он, наверное, нам больше вообще не нужен будет тогда. Эй, человек, я этого не забуду. А, вон наш ломик. Его выкинуло, получается, отлично. Ломик это самое важное, что у нас есть. Так, ну теперь мы можем туда пройти, отлично. Так, а лит где делался? Что ты там под столом делаешь-то, а? Спишь, лежишь, что ли? Целебный самогон. Где тут раздают целебный самогон? Так, можно направо пойти, можно налево пойти. Я не знаю, куда нам нужно. Пойдем по правой стороне. О, куда-то мы пришли. Здесь можно войти? Здесь можно войти. Давайте пойдем по левой стороне, посмотрим, может быть, там что-то есть важное. Так, а здесь подъем наверх еще куда-то. Окей, тогда вначале давайте зайдем туда. В любом случае осмотримся и там, и там. Меня окатило жаром и запахом горящего пластика. Помещение освещало работающая печь с трубами, которые были выведены на крышу. А, наверное, сейчас ему будет слишком жарко, он здесь не пройдет, да? И нам нужно будет идти на крышу, наверху, да. Печи бушевало пламя. Трубопровод. Стой. Очевидно, идущий по трубам газ служил топливом для замеченной мной печи. А где тут самогон разливают? Сюда я, очевидно, не пройду, но там можно спуститься по-нормальному. Смятые банки от Спанклс. Похоже, главным ингредиентом в самогоне Лита была Спанклс. Так. Вот у нас краник. Давайте бутылочку. Я наполнил бутылку до краев, в надежде, что она убедит Лита мне помочь. Хорошо. Ну что, все, что ли, уходить здесь? Я думал, здесь что-то нужно будет сделать-то. Печи бушевало пламя. Так, а мы туда можем пройти? Или вот сюда, например? Здесь ничего. Ой, я еще и сюда могу пройти. Так это же я к той дробилке как раз пришел. В той стороне вот. Может, можно ее как-то убрать, чтобы здесь можно было проходить? Ну ладно, если здесь все, то пойдем все равно на крышу наверх, посмотрим, что там. Стоп, не сюда. Вот еще залезть, наверное, можно. А, да. Лестница активна. А тут что, ржавая коробка? Что-то вроде блока предохранителя или щитка. Ящик заржавел и не открывался. Ну понятно. У нас есть универсальный ключ. Называется ломик. А мы можем что-то включить. Выключить, точнее, что-то. Не знаю, что это мы сделали. Может быть, там в печи огонь погас, но зачем нам это? Газовый вентиль. Повернуть. Ой, сломал. Рукоять была давным-давно сломана. Так я не мог повернуть вентиль. Вентиль контролировал поток газа, идущий к печи. Так. Что-то мы выключили. Сломали вентиль. Но наверняка ж не просто так. Не хватает еще возможности на летающем автомобиле летать здесь. Так вот, припарковал здесь машинку, сел, улетел потом. Было бы классно. Чтобы не на маршрутке, моно-вагоне, там, между локациями летать, а на машинке самостоятельно. Давайте посмотрим, что здесь сверху. Нужно понять, зачем мы это вообще делаем. То пока что я это делаю просто из любопытства. Есть вентиль, нужно попытаться его повернуть. Есть какой-то рычаг, нужно его дернуть. Анкора, якорь. Вывеска страховой с якорем. Старая вывеска с якорем переживала не лучшие времена. Якорь держался на одном кабеле. Ага, слушайте. Я как раздержался на честном слове и расхлябанном кабеле. Ну что, можем его... Как-то... Может, ломиком? Зачем нам это делать? Я просунул ломик под кабель и хоть и не представлял, чего хочу этим добиться. Действительно. Нужен нож какой-то. А зачем нам вот, допустим, вывеску эту ронять вниз? Я думаю, нужно поговорить с Литом. Так, мы никак не пролезем там. Ладно. Итак, здесь мы можем вывеску уронить. Нужно что-то острое. И нам, получается, нужно, видимо, как-то там повернуть вентиль тот сломанный. Чтобы перекрыть поток газа. Опять-таки, зачем? А давайте сейчас сбегаем, посмотрим, что там изменилось. Может, огонь погас? Или что? Может, нам в итоге нужно будет туда пройти? Там, где огонь горит. Может, мы вообще тут диверсию какую-то устраиваем? Хотим все здесь уничтожить? Вывеску сломать? Тут взорвать что-то? Ну, там сейчас ничего не изменилось вообще. Там делать нечего. Ладно, идем, наконец-то, к Литу. Несем ему целебный самогон. Лид, у меня для тебя подарок, которому ты будешь рад. Привет, Лид. Что? А, прости, что-то я ушел в себя. Как там успехи с самогоном? Я его раздобыл. Считай, тебе повезло. Я знал, что тот старый дроид ни на что не годен. Он больше тебя не побеспокоит. Молодчина. Давай сюда бутылку. Эй, полегче, не налегай ты так. Так, а что ты хочешь узнать? Все по порядку. Так, ну, дроид охранник меня не интересует. Это по поводу Грэма Гранди для начала. Боюсь, у меня дурные вести о нашем общем друге Грэме Гранди. Да? Эт, какие? Ну, он мертв. Мертв. Вот лажа. Печально, славный был парень. Славный. Вроде да. Теперь его паспорт у меня. Вот как? И, эээ, как он работает? Так себе. Я столкнулся с какими-то неполадками. Тогда ты пришел по адресу. У меня какие-то неполадки с Ю-Чипом. А поможешь? Конечно, это моя работа. На паспорте Грэма стоит странная метка тревоги. Может, поэтому я не могу открыть его сообщение? М? А при сканировании Ю-Чипа постоянно возникает ошибка. Ко мне прицепился куратор из благополучия и выясняет, в чем дело. Да ладно? И ты пришел сюда? Ты в курсе, что тебя запросто можно отследить? Эээ, наверное. Метку надо убрать немедленно. Из-за этого все мое дело может накрыться. Ладно, скажи, что надо сделать. Скорее клади руку на мой стол, живее. Фиксатор кисти. Ну, у нас выбора вроде как и нет. Доверимся ему. Я не думаю, что у него есть причины просто так нам навредить. Зачем так туго? Чтобы ты не сбежал, простачок. Ты, ты... Зачем тебе тесак? А сам как думаешь? Еще один Ю-Чип на продажу, а с ним и два пальца в коллекцию. Не дергайся, пока я работаю с твоими пальчиками. Надо было быстро что-то придумать. До чего полезного я мог дотянуться? Рыба. Резиновая рыбина отскочила лица парня. Получила на достижение рыбный день. Ай! Еще один палец в коллекцию пальцастого Джимми. Жесть. А, не получилось. Дубль два, да? Так, а что мы можем сделать? А бутылку, наверное, взять нужно. Если... Пластилиновую фигурку. Он, значит, продает чипы, да? Он хочет отрезать нам руку. С пальцами. С чего полезного я мог дотянуться? Так, ну раз сохранения было, давайте попробуем... А, я не могу пластиковую фигурку взять. Ну, пустая стеклянная бутылка тогда. Получил на достижение нокаут. Я разбил бутылку о голову парня. Простачок, никто не прокидывал пальцастого Джимми, пока что. Значит, ты не лид. Я ему не звался. Звался, звался. Ты психопат. Должно же у меня быть хобби. Почему бы не собирать марки? Приятель, меня зовут пальцастый, а не марочный Джимми. Пальц? Ты окончишься за пальцами. И за ючипами, но в основном за пальцами. Но зачем? Что ты с ними делаешь? Просто собираю. Мне нравится их одобрение. О, точно, забыл, что ты псих. Говори, где мне найти Лита? Настоящего Лита. Он прячется. Там, где жарковато даже для таких, как ты. Клуб называется... Адское пламя. Хватит загадок, Джимми. После этого Джимми вырубился. Похоже, настоящего Лита мне придется искать самому. Там, где жарковато, это случайно все-таки не той печи, где огонь. Потому что, ну иначе, зачем нам там что-то делать? Так, а что мы с ним сделаем? Тесак мы можем взять? Во-первых. Это нам пригодится определенно. Ишь ты, сволочь. Это не Лит был, значит, Джимми. Ну, потому что у Лита не было бы причин нас убивать. Отрезать нам руку. На какое-то время я потерял Джимми, не мог получить ответы. Поговорить вряд ли получится, он отключился. Наверное, это было к лучшему. Мне надо было тыскать Лита. Знаете, что я бы сделал сейчас на месте нашего героя? Это было бы очень символичное наказание. Я бы вот этому пальцастому Джимми тесаком отрезал бы пальцы. Я бы его не убивал бы. Я бы пальцы ему отрезал в качестве наказания за то, что делал он. Потому что мы-то здесь не первые. У него хобби отрезать людям пальцы. Сволочная такая. А теперь я заберу твоего единорога. Не знаю зачем. Воздух наполнял странный запах миндаля. Я понял, что единорог был сделан из пластичной взрывчатки. Вау, теперь понятно зачем. А рыбу можно взять? Это была резиновая рыбка. Почему не могу взять рыбу? Хочу похвалить систему сохранений в игре. То есть автосохранения здесь сделаны часто, сделаны качественно, в нужные моменты. Вот мы там проиграли, получается. Взяли рыбину, дали ему рыбины по морде. Но при этом перепроходить ничего не пришлось. Так, еще один шкафчик. Ага, то есть можно выбирать, в каком спрятаться, да? Так. Что мы можем здесь еще сделать? Это царапина! Ну-ну. А взломать его не нужно, этого робота? Стоп. Бывало и хуже. Говорит, ну-ну, поверю на слово. Получится включить, нет? Нет. Ну что ж, тогда... Взрывчатка у нас есть. Ну, может быть, ее просто кинуть в печь? Или все-таки я вообще зря этим занимаюсь? А, подождите, взрывчатка, нам еще сверху нужна ту штуку. Тесак, вот. Тесак, тесак, тесак. Так мы сможем сбросить ту штуковину сверху. Давайте первым делом сделаем это, потому что в этом я более уверен, как бы. Это логично. А вот по поводу взрывчатки будем думать уже потом. Посмотрим, что нам даст сейчас то, что мы сбросим эту вывеску. Ну, может, конечно, это даст нам то, что мы кого-то там внизу убьем, она ведь вниз полетит. Ну, зачем нам это? А, мы якорь. А, не всю вывеску. Он упал, получается. Я думал, вся вывеска рухнет. Это нет, только сам якорь на этой вывеске. Так, теперь это уже более логично как-то. Он упал как раз на... То крепление вентиля, в общем. Упав ли, якорь повредил трубу, и газ выходил через трещину. Может быть, стоп, это что? Разбитая лампа. Светильник выдранили из стены, а лампочку разбили. Что мы можем сделать? Сосиску туда впихнуть. Взрывчатку? Давайте лучше сосиску. От поджаривания на гриле запах мини-си не улучшился бы. Ну что, взрывчатку сюда, что ли? Здесь взорвать? Ну давайте попробуем. Я бы сам бы не додумался. А, теперь мы подождите, наверное, включить нужно. Рванет? Воу. Ух, да, видели там лестница? То есть я был прав. Теперь понятно, зачем мы все это делаем. Отлично. Вот это называется замаскировали вход в клуб. Адское пламя, действительно адское пламя. А как что-то попадали вообще те, кто... Стоп, это же нам не сюда, это нам нужно здесь, вниз. Те, кто имеет туда, скажем так, разрешение. Пламя утихло, но запах горячих отходов все еще висел в воздухе. Теперь я заметил за печью лестницу, ведущую в комнату наверху. Теперь печь была выключена. Вещи, сюда можно что-то бросить? Сосиску нельзя туда бросить? Так, ну пока что мы ничего не можем туда бросить. Ладно, полезли. Эй! Лит! 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 А? Эй, малышка, а что с тобой? Лит! Лит, Лит, Лит! Лит! О-о-о-о! Неужели это... Что? Порт Шрибмана! Дай-ка угадаю, Лит получен достижение с железной печью. Да-да, держи бандикута, Поппи, у нас взрослый разговор. Так, теперь ты. Зачем ты выдаешь себя за Грэма Гранди? Грэм Гранди. Откуда ты знаешь? Моя система засекает ющипы всех, кто проходит через дверь. И ты не Грэм. Это так. Он мертв? Да. Его убил ты? Нет. Я просто взял его паспорт. Ясно. Ладненько, тогда рассказывай. Значит, это не клуб, все-таки адское пламя, а как я думал, это ну просто убежище. То есть, тот Джимми так выразился. Так, давайте, наверное, по порядку как-то, или по какому порядку, давайте начнем с Грэма. Ладно, как ты связан с Грэмом Гранди? Грэм? Ох, он просто мой знакомый. Как ты узнал о наших с ним общих делах? Жена Грэм упоминала твое имя. Чего? Она тебе и сказала, где мне найти? Нет, я нашел тебя по сигналу обыкновенного маячка. Ого. Маячок. Да, маячок в игрушечном Бандикуте. Бандикутя! Бандикут Сонгберт как-то оказался у маленькой девочки. Ооо, Грэм, ну ты и чайник! Кажется, он был не просто твоим знакомым. Ладно, я его хорошо знал. Ваш скромный гений и поставил на его паспорт демона и блокировку. Я приютил девочку, когда он ее привел, хоть и понимал, что не стоило. Ее зовут Поппи. Она из Прагала. Маячок в Бандикуте. Глупый, глупый, сердобольный Грэм. Так, демона какого-то он поставил. На чип. Девочку ему Грэм привел из Прагала. Зачем он привел из Прагала Литту девочку? Может он как-то пытался детей пропавших спасать, что ли, Грэм? И вот, допустим, смог вытащить эту девочку и спрятал ее здесь? Черт его знает. Давайте, наверное, по порядку вот так будем идти. Почем мне знать, что ты и правда Лит? Я ведь сам назвался. Один парень уже представился Литом, и наша встреча плохо кончилась. Ааа, это был Джимми. Он хотел отрезать мои пальцы. Похоже на него. У меня души он хороший. Дааа, хороший маньяк, который людям пальцы отрезает, но хороший. Так кто ты такой, Лит? Гениальный техник. Белый хакер. Изгой. Знаток моды. Как хочешь, так и зови. Я тот, кто держится в тени. Отчего ты прячешься? Несколько лет назад у нас с Юнион Сити возникли разногласия. Больше тебе знать незачем. Угу. А по поводу Поппи, что скажешь? А кто эта девочка? Ее зовут Поппи. Она из Прагала. Ее привел сюда Грэйон. Сказал, что она просто где-то бродила, а он ее нашел. Он ее похитил? Боже, разве речь шла о похищении? Нет, он хотел ей помочь. Он думал, что у нее может быть связь. Связь с чем? Совсем. Ну или ни с чем. Да, теперь все прояснилось. Слушай, Грэм во что-то ввязался и ничего мне не говорил. А почему Поппи все время смеется? Странно, да? Словно кто-то выставил счастье на максимум, потом сломал переключатель. Грэм ничего об этом не говорил? Как я уже сказал, мы с ним не рассказывали друг другу больше, чем нужно. Так Грэм просто оставил Поппи у тебя? Да. Сказал, что оставит на день, но вышло как вышло. За бедняжкой надо кому-то присматривать. Этим кем-то стал я. Ну давай тогда перейдем плавно к пропавшим детям. Я ищу мальчика по имени Майло, а его похитили пару ночей назад. След привел меня сюда, в Юнион Сити. Эй, Поппи! Ты знаешь мальчика Майло? Бандикутя! Не Бандикутя! Майло! Ааа, забудь. Ты точно больше ничего о ней не знаешь? Эй, я всего лишь сиделка. Грэм даже не рассказал, где нашел Поппи? Грэм никогда ничего не рассказывал. Как я уже говорил, он должен был вернуться за ней пару недель назад. Вижу, Поппи сильно привязалась к Бандикуту. Бандикутя! Да, что ж, если внутри него маячок, ей придется быстренько отвязаться от своего Бандикутя. Ты в любом случае заберешь его, когда будешь уходить. На принципе, понимаю, да, он не хочет, чтобы был маячок здесь, по которому его можно следить. Но вот только я не думаю, что девочка будет этому рада. Не думаю, что Поппи отдаст Бандикуту добровольно. Вот как? Слушай сюда, ты притащил эту штуку в мое тихое логово, тебе ее и забирать. Эй, это сделал не я, Грэм. Да, конечно. И кого из нас двоих зовут Грэм? А, ладно. Может, сможем выменять у нее на сосиску? Так, а по поводу Порта Шрибмана, ты так удивился, когда его увидел? Даже я бы сказал, не удивился, а обрадовался, что ли? Почему тебя так заинтересовал мой Порт Шрибмана? Да потому что это же Порт Шрибмана! Ты в курсе, как редко они встречаются? Я жалею, что удалил свой, видишь? Ладно, блокировщик данных. Значит, это ты заблокировал паспорт Грэма? Да. Но какой в этом смысл, если ты говоришь мне обо всем подряд? А, Грэм? Эй, Грэм! Зачем Грэму блокируют свои же данные? Откуда мне знать? Я вожусь с техникой, а не с людьми. От меня ему нужно было две вещи. Во-первых, способ скрыть данные от любопытных глаз. А во-вторых, способ покинуть город. Всего на день. Я полный чертов гений с этим справился. В том числе сделал демона. Ясно, значит, чтобы выяснить, что тут творится, мне надо избавиться от блокировки Грэма, так? Да. Ты сможешь ее снять? Да и нет. Маленький трюк Грэма с исчезновением испортил мне всю Мамину. Шлюз Минос добавили новый уровень безопасности. Если я войду, на моего демона-маскировщика среагируют все существующие протоколы безопасности. Чтобы убрать демона, надо войти в систему. Если вкратце, Минос не вариант, остается только Линк-домен. Ты бы не понял. Так, ну у нас же есть порт Шриббана, с помощью которого можно подключиться как раз-таки к Линку. Так, может, мы это сейчас как-то и сделаем? Ты помнишь Линк-домен? Да, наконец-то. Я уж начал думать, что во всем городе только у меня есть мозги. Ну а ты, возможно, я единственный во всем городе человек с портом Шрибмана. Это значит, хо-хо-хоу, может, этот день будет не так уж и плох. Давай, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Это кресло Линк? Совершенно верно. Намекаю, что мне надо в него сесть. У тебя не лады с твоим паспортом, а у меня с моим. Оба этих затруднения можно решить в Минос. Но я не могу войти в систему из-за эгоистичной неспособности Грэма не умирать. И как там туда попасть? Через Линк-домен. Там есть лазейка в Минос. Я единственный человек в городе, у которого есть рабочее кресло Линк. А сегодня ко мне на порог пришел единственный в мире человек с рабочим портом Шрибмана. Мне нужно, чтобы ты это сделал. Это нужно тебе самому. Это нужно Даша Поппи. Сделай это для целой вселенной. Блокировка на счетной записи Грэма не давала разузнать о нем больше. Похоже, Линк и правда знал, как от нее избавиться. Я должен был его послушаться. Ну, отлично. Только подождите, давайте мы вначале здесь осмотримся, раз уж нам дали такую возможность. Я заметил в расчетах Лита пару ошибок, но решил, что он не обрадуется моим замечаниям. Хм, что там наклеено, икс поделить на ноль равняется бесконечность. Очередной сканер ладони. Они начинали действовать мне на нервы. Ну да, теперь можно начать волноваться. Кстати, может у него есть какой-то робот, куда мы сможем нашего Джоуи вставить? Обшарпанный робот давно был не в лучшей форме. Поппи? Ты как? Лит, 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 Лит! Она была права. За более связными ответами стоило обращаться к Литу. А Лит хорошо тебе заботится? Бандикутя! Так и есть, это Бандикут. Тебя украли из прогала? Бандикутя! Так и есть, это Бандикут. Что за тебя там? Бандикутя! Дашь подержать Бандикута? Нет! Удачи с этим, дружище! Эт Бандикут принадлежит моей подруге. Бандикутя! Знаю, ты к нему привязалась. Бандикутя! Но одна крайне избалованная дама с нижних уровней, я очень хотела бы его вернуть. Бандикутя! Ты права, но давай начнем сначала. Это будет непросто. Нет, ну вообще по-нормальному надо было бы просто забрать его и все. Я понимаю, что девочка очень расстроится. Но это уже вопрос не в том плане, что забрать у ребенка игрушку, а в том плане, что в этой игрушке маячок. А может быть, можно было бы этот маячок просто удалить как-то из игрушки и оставить девочке игрушку? То есть, как-то так сделать, чтобы не забирать полностью игрушку у нее? Но от маячка-то нужно избавиться, это понятно. Чтобы не выследили это логово вообще, это убежище Лита. Это очень даже логично. Ладно, пока, Поппи. Слушайте, а может подождать, пока Поппи просто уснет и взять этого бандикутю? Удалить маячок из него, просто выкинуть куда-то, сжечь его там в печи и все? Наверное, это была кровать Лита. Это могла быть и собачья лежанка, но кто позволит собаке спать в таком месте? Да. Действительно. Это был неведомый старый прибор, создающий электромагнитное излечения. Микроволновка. Неведомый старый прибор. Так, а там, типа, комната Поппи. Диванчик ее. Ну, неплохо он ей, по крайней мере, такую комнатку выделил. Супертерминал Лита был собран из разных найденных деталей. Ну что, все получается. Старый интерфейс Линк, вершина инвазивных технологий. Ну все, садимся. Что нам еще остается? Ты хочешь, чтобы я вошел в минус через Линк домен? Верно. Готов подключиться? Эмм, да ладно, будь готов, всегда готов, че уж там. Да, конечно, что такого страшного может случиться? О, дружище, ты даже не представляешь. Э, Лид? Расслабься, ты ведь это уже делал. Очень давно. Это же как ездить на велосипеде. Сначала ты должен будешь добраться до портала Минус через Линк домен. Портал легко найти? Может да, может нет. Сейчас в Линк домене должно быть совсем пусто. Портал у Минуса, а потом... Проберись в паспортный дата-центр. Найди учетные записи Грэма Гранди и Эллиота Ричардсона. Какого еще Эллиота Ричардсона? Ох, Эллиот. Лид. Понятно, что потом? Убери дед демонов и блокировку данных на обеих учетных записях. Проще легкого, легче простого. Все понял? Эээээ... Нет, точнее я понял, но я уже забыл, что там по порталу найти паспортный стол и демона убрать из паспорта обоих. Ну, в общем, разберемся, куда мы денемся. Войти в Минус, потом убрать твои программы с наших учеток. Все правда так просто? Ну ты разберешься, ты же у нас типа сообразительней. Ладно, заведем эту красотку, даже интересно, работает ли она еще? Хе-хе-хе. Погоди, работает ли? Что ты... Так, держись за мозги покрепче. И как мне это... В переносном смысле. А зачем закрывать? Я думал, просто штекер воткнут в шею и все. Воу, это мы здесь сейчас будем вот так вот... Вот так вот ходить мы будем? Киберпространстве? Хо-хо-хо-хо-хо! Да, ребята, это определенно будет интересно. Но знаете что, давайте мы это ставим уже на следующий раз. Я думаю, это все-таки не на пять минут. Здесь нужно будет разбираться, что делать и так далее. Но это будет определенно очень необычно и очень интересно. В целом, сегодняшняя серия тоже вышла очень интересная. Многое мы узнали. Надеюсь, вам, ребята, понравилось так же, как и мне. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. 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 Пока-пока.